Мы возвращаемся к вам, заканчиваем, к сожалению, разговор о воображаемых друзьях, о тульпах, но я думаю, это и будет не последний наш эфир о воображении. Да, мы с тобой говорили о том, что ты мне напомнила про метафорические карты и про способности того же самого воображения, да, рационального и рационального мышления человека и подсознание, и какие-то моменты, как я когда-то, помнишь, сказала, что когда я работаю, я человек, подверженный доказательной медицине, доказательной науке, все так, но с каким-то моментом сталкиваешься, и моих знаний, моих мозгов не хватает объяснить, что происходит, почему вот так работают метафорические ассоциативные карты. Ну, я думаю, это будет интересно. Ты готова к экспериментам? Опять будете ставить эксперименты надо мной? Будем. Готова? Что ж, куда я денусь? Как раз посмотрим, ты творческий человек, будет, думаю, очень интересно. А если подвести итог по тульпе, да, как, наверное, все в этом мире, либо лекарства, либо яд, в зависимости от дозы и, знаешь, от дозы, возраста и так далее, да, то есть уместности. И я почему-то так немножко зависла, подумала о том, что за годы работы я научилась, вернее, как-то не то, что научилась, это стало моим внутренним убеждением к своему мозгу, к своей идентичности, надо относиться очень осторожно и аккуратно. Ставить эксперименты со своим психическим и физическим здоровьем, ну, так себе занятие. Поэтому сохраняйте, люди, критичность. Не уходите глубоко в те моменты, которые, если вы чувствуете, что появляется какой-то дискомфорт. Ну, и страх вам в помощь, как староживая собака, которая начинает, или там золотой петушок, который предупреждает о проблемах, которые могут возникнуть. А на следующий раз у нас будет... Карты. Карты. И это не гадальные карты. И не натальные. И не натальные. Но будет интересно. Замечательно. Что ж, друзья, вот такой интересный эфир, как мы узнали для себя, для подростков. Я запомнила. Норма, когда это поддержка. Ненорма, когда это уход от реальности. И ненорма, когда это уже ненормальное поведение. И это золотой петушок, который должен для родителей быть предупреждением. Отлично. Хочется сказать родителям на путстве небольшое, следите за этими небольшими маленькими трендами в всяких социальных сетях. И куда ваш ребенок может уйти с головой. Без паники, но внимательно. Да. Это может в хорошую, в плохую сторону привести вашего ребенка. Ну, все-таки я бы следила, наверное, если бы у меня был ребенок. Потому что очень много вещей происходит в интернете, от которых хотелось бы оградить наших детей. Спасибо, что были с нами сегодня. Услышимся в следующий понедельник. Пока-пока.